я если не надеюсь что после того как это видео посмотрит даже самый тугой недалекий фотографер он никогда больше не заикнется что его работа не то что сложнее нашей она даже рядом не стоит по сложности она где-то там внизу и поэтому чтобы больше я не слышал о том как вам тяжело тяжело идите помидорами термуты на рынке это сайт bermedia.ru подписывайтесь друзья впереди будет много чего интересного видеографы которые сейчас смотрят это видео думаю прекрасно понимает о чем дальше пойдет речь но это видео ориентировано по большей части не на них а на тех кто не знает что такое создание видео и так сегодня расскажу о том что требуется для того чтобы создать love story обычного в story снятая за один день теперь немного по поводу love story вот например у фотографа love story что такое это съемочка пару часов там три часа 1 2 локации 15-20 фотографий с ретушью пофоткали пришли сериальчик поставили и под сериальчик быстренько шапал шаблончиков накидали это коррекцию сделали в своем стиле экшенов с экшенами поработали а сейчас вам покажу ребята что такое сделать love story который также снята за один день ну что братья и сестры поехали открываем adobe premiere pro и так вот перед нами наша уже готовая смонтированная love story продолжительностью 7 минут 35 секунд примерно вот она вся перед нами история любви подразумевает историю и эту историю мы должны рассказать и так работать с историей как правило у вас по 20 минут материала интервью непосредственно с парней и с девушкой и всего этого вы должны отобрать только то что будет показано в вашем видео вот нижняя дорожка это непосредственно речевое наполнение вот найдет то есть это то что люди говорят как видите все это собрано по фрагментам что это значит что из 20 минут на каждого выделено 4 минуты то есть монтаж производится буквально по словам то есть вы выбираете конкретные фразы и с ними делайте монтаж то есть вы делайте историю историю из того что рассказывал ли парень и девушка это очень сложно и занимает очень время много времени потому что вам нужно все это несколько раз послушать собрать создать в голове сценарий да да фотограф и сценарий не просто обработать фотки а произвести сложную работу придумать в каком месте что должны говорить мы не монтируем линейно какие-то фрагмента мы вставляем в начале до делаем куда предысторию сюжет потом фрагмента с там средине в конце мы комбинируем после этого мы определяемся с общим хронометражом то есть вот эта работа занимает очень много времени ну часов 5 например вы создаете структуру речи до речевого наполнения после этого вы начинаете подбирать музыку в принципе у любого видеографа уже есть определенные наработки поэтому он примерно знает какая должна быть музыка но в принципе на подбор музыки может уйти тоже несколько часов это в том случае если у вас уже есть какой-то определенный архив с музыкой для love story свежей музыкой современной музыки которую вы должны отслеживать каждый месяц после этого в вашей голове уже на основании того что вы отсняли непосредственно да там художественные кадры вы начинаете вот например как где мы снимали в балаклаве до того снимали с коптера там какие-то используем кадры с других съемок например съемки моря после этого мы отсматриваем весь этот материал и намечаем общую структуру как это все должно выглядеть после этого мы кидаем весь наш материал постановочные съемки да она timeline вот он называется то что осталось уже это браковка браковка это не потому что там брак эти кадры например повторяются дублируются либо они допустим не подходят нам по стилистике видео да то есть какие-то кадры которые мы делаем допустим несколько дублей да мы их убираем это все нужно внимательно отсмотреть и по кадриком по кадриком обрезать после этого определившись с музыкой мы набрасываем блоки блоки например вот один блок допустим речевого наполнения потом идут допустим постановочные кадры потом второй блок то есть это блоки элементы истории то есть как правило это три блока логических вот их может быть больше есть у вас много интересного материала отснята вот и у нас как бы как вы видите блоков достаточно много теперь вы начинаете монтаж то есть из вот этого огромного количества видео материала вы выбираете кадр по секунды по полторы секунды по 2 секунды и начинаете монтировать верхняя дорожка это чисто постановочные кадры вот вы видите какое количество эпизодов пришлось по кадрику выбрать и поставить их строго на то место где они должны быть вот я листаю вот вы понимаете вот он делает предложение то есть например девушка рассказывает о предложении мы вставляем кадры как происходит предложение в общем все делается строго по сюжету по сценарию а почему они перекрываются они перекрываются потому что когда допустим девушка будущая жена до рассказывает какую-то историю мы можем вставлять красивый кадр тем самым мы делаем видео динамичным интересным нескучным вы не можете просто то брать и вставлять какие-то кадры которые между собой вообще никак там логически не связано то есть вам сам сама процедура монтажа сложна именно тем что вам нужно увязывать кадры между собой и в монтаже это самое сложное по факту работа монтажера именно заключается в том чтобы максимально хорошо интересно красиво динамично однородно органично увязывать кадры и сцены между собой разумеется в любой съемке у вас может быть брак в данном случае брак у нас проявился там где мы его не ждали то что мы снимали на деревянный пристань и вот александр это главное действующее лицо в некоторые моменты допустим переменаясь ноги на ноги доски начинали вибрировать и на штатив который стоял в нескольких метрах оттуда он было мне у легкая вибрация мы исправляем брак то есть например накладываем программу варсблайзер то стабилизируем картинку на самом деле это достаточно сложно потому что вам нужно подобрать параметры плавности мало того что это требует огромного количества времени потому что углубленный рендер даже на мощных там четырех шестиядерных процессорах выполняется не очень быстро то есть вам нужны мощные видеокарты то есть вам нужен априори мощный компьютер вернемся непосредственно к лаше love story как видите она состоит из 1 2 3 4 музыкальных композиций они выстраиваются по контрольным точкам то есть звук этой музыки старается по контрольной точке эта работа со звуком к ней я вернусь чуть позже и так после того как вы в течение дня а может и двух вот например монтаж этой love story занял три дня два с половиной если быть точным это не часик за сериалом не два часика за сериалом это полноценные 8 10 часовые рабочие дни садитесь с утра и делайте и делайте это хорошо также немаловажно это звук например момент перехода звука когда девушка говорит и допустим на разных слогах этот момент перехода он будет очень слышен поэтому мы накладываем такой специально устройство так раз фейт он перекрывает делает такое перекрестное наложение звука и в результате человек не может на слух понять что это речь человека была записана не целиком она смонтирована то есть это позволяет улучшить такое аудио восприятие информации теперь переходим к цветокоррекции цветокоррекция тоже достаточно сложный этап то есть каждый кадр он происходит проводится над ним индивидуально цветокоррекция красить можно существуют различные плагины ну вот мы допустим в фильм конверте покрасили вот раньше красил magic bullet luxe потому что мы гораздо больше настроек но для этой съемки где в принципе все уже изначально было хорошо снято то есть нам нужно было сделать общую там цветокоррекцию общую тонировку вся цветокоррекция каждого кадра делается индивидуально потому что это не фото где вы можете поставить допустим настройки там на мануале и снимать 10 кадров и они все у вас будут идентичные по экспозиции и вы можете применять один и тот же плагин видео есть движение и например если вы снимаете какую-то сцену вот вы начали допустим снимать да а конец этой сцене у него уже другие абсолютно условия съемки поэтому вам изначально нужно подбирать такие настройки чтобы и в начале кадра и в середине этого эпизода и в конце у вас картинка выглядела хорошо то есть недостаточно как фотографии просто вот у вас есть один кадр вы его сделали красиво нет вам нужно чтобы в движении при развитии этого кадра настройки кадра были идеальными поскольку съемочных локаций у нас много то для каждой локации для каждого кадра для каждого эпизода подбирается свои настройки цветокоррекции это очень трудоемкий процесс например для того чтобы сделать цветокоррекцию вот этой вот 7 с половиной минутной love story требуется где-то четыре с половиной часа помимо просто работы с цветом цветокоррекцию также входит еще и там усиление резкости а также поскольку мы делаем формат кадра 235 к 1 мы накладываем сверху маску и мы вот видим что если мы ее уберем то есть черные поля это значит что мы подстраиваем кадр границы кадра подстраиваем под маску с тем чтобы то что нам нужно происходило именно вот в этой диапазоне 235 к 1 если вы еще не перешли на диджеев phantom 3 с его отличные стабилизации да с его отсутствием таких серьезных геометрических ухажений и снимаете на gopro то помимо всего этого вам но вот эти кадры мы уже застабилизировали перед этим то есть мы уже подготовили и нарезали материал с коптера вот после этого данный кадр мы подвергаем цветокоррекции и также исправляем геометрию кадра вообще цветокоррекция может применяться как агрессивная так и не очень ну вот например как выглядит финальный кадр с интервью кристины например вот так вот выглядела эта картинка исходник его который был снят на фотоаппарат как видите разница достаточно существенная также для ночных съемок я всегда независимо от исо если она больше там восьмиста тысяч я всегда делаю но из редакшн то есть удаление шума для того чтобы картинка была хорошей и не было шумов теперь перейдем к следующему пункту это работа со звуком работа со звуком не менее важно потому что некачественный звук может испортить вам любой видеоматериал просто любую съемку и как-то смотрел интервью с одним из известных режиссеров и он сказал что ребята звук в фильме это вообще главное потому что вы можете снимать как угодно и вы можете плохо снять и и все подумают что это такое ваше особое видение но если у вас не качественный звук никто ваше видео даже не будет смотреть помимо того что мы естественно выстраиваем уровни громкости вот виде кривой да в тех местах где звучит речь человека вот вы видите да вот делаем допустим плавные переходы между музыкой если нам нужно изменить музыкальную композицию а изменить ее нам нужно бывает потому что в love story получается сюжетный поворот и для того чтобы привлечь внимание зрителя именно к этому сюжетному повороту мы меняем музыку настроить уровни громкости речи и музыки крайне важно потому что ваше видео может и будет проигрываться на мобильных телефонах она может проигрываться в банкетных залах в очень больших помещениях где очень сильная реверберация ну эхо да таким образом видеограф должен помимо того что он должен уметь снимать видео уметь монтировать видео он еще должен знать звук то есть есть определенные настройки эквалайзера до для того чтобы сделать разборчивость речи более потому что мы посим 32 килогерц повышает разборчивость речи а вот эта бубнёшка это 250 герц ее нужно подбирать обязательно нужно делать компрессию звука я ее делаю всегда если человек горит тихо и если он вдруг переходит и начинает смеяться и громко у вас не должен перескать перешкаливать звук то есть ваш звук должен быть всегда в определенном коридоре для того чтобы он всегда различался вашим зрителям более того уже после того как я сделал полный проект love story да не только love story любого видео я делаю отдельную дорожку называю сведения и накладываю компрессию делаю уже общую компрессию звука для того чтобы это видео можно было показывать в том числе и на телевидении где кстати компрессии звука и качество звука предъявляются огромные требования потому если вы видели что вот например если у вас ваше видео брали на т.в. если вы смотрели на телевидении вы просто ужасались от того вообще что нам со звуком происходит после того как вы все это сделали выполнили все эти настройки вы запускаете рендер смотрите ваше видео несколько раз выписываете на бумажечке все косяки которые у вас есть которые вы не заметили может исправляете их запускайте опять рендер смотрите еще раз и так несколько раз до того момента пока ваше видео вы просматриваете уже на большом экране вы можете исправлять там еще цвет поработать со звуком и вы в конце концов отдаете ваше видео у столько времени навыков и сил нужно чтобы сделать видео на 7 с половиной минут сделать love story настоящую love story заметьте я здесь не касаясь вообще процесса съемок потому что съемочный процесс на видео гораздо 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 труднее чем просто бегать с авто аппаратом и нажимать на кнопку эту историю любви эту love story вы можете посмотреть на моем сайте 3wburnmedia.ru на я прощаюсь с вами до новых встреч друзья пока